Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать на мой канал! Пытаюсь как-то скрыть, в общем, как-то с ними борюсь и также существуют расширенные поры на носу. Первое, что я считаю самое важное в уходе за кожей лица, это, конечно же, очищение. И если вы не будете очищать свою кожу хорошо и правильно, то чем бы вы ее ни мазали, ничего не будет. Будут обязательно проблемы, прыщи, покраснение, шелушение, высыпание, морщины, увядание, обвязание и так далее и тому подобное. Поэтому самое главное, это хорошо и правильно очищать кожу и утром и вечером. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая глубоко очищающая пенка от корейского бренда Misha. Я не пользуюсь ей постоянно, я вообще противница того, чтобы пользоваться глубоко очищающими средствами на постоянной основе. То есть, я ее использую только по необходимости. Когда я вижу, что у меня уже довольно-таки забитые поры и мне нужно какое-то более глубокое очищение, я использую эту пенку. Но ни в коем случае не каждый день. Она довольно приятная в использовании. Она такого нежно-розового цвета, похожа чем-то по консистенции на гель для бритья. Производитель нам обещает, что она должна очень хорошо очищать кожу и также увлажнять. Я не могу сказать, что она сушит и стягивает кожу, но и увлажнения никакого, честно говоря, я вообще не заметила. Она действительно очень хорошо очищает, после ее использования поры остаются абсолютно беленькими. Лицо так хорошенько отдраено, но при этом оно становится очень скрипучее и очень репучее. И возникает такая острая потребность нанести увлажняющий крем. Вообще, у европей кожа более тонкая, чем у корейских женщин, поэтому и глубоко очищающие пенки могут для нашей кожи быть слишком агрессивны. Поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь такими средствами. Конечно, я рекомендую иметь хотя бы одну такую пенку в своей коллекции. Но постоянно пользоваться не советую. Очищающая пенка от Shiseido из линейки E-Bookie. Это глубоко увлажняющая линейка. Могу сказать, что пенка хорошая. Она хорошо очищает кожу. Мне нравится особенный эффект после ее использования очень-очень суженных пор, которые практически незаметно на лице становятся. Она суперэкономичная. Нужна буквально одна маленькая горошинка для того, чтобы умыть полностью всю кожу лица. По консистенции тоже похоже чем-то на гель для бритья. В общем, приятная, легкая в использовании. Хорошо очищает кожу. Совершенно ее не сушит. Совершенно ее не стягивает. Единственный минус для меня лично – это ее аромат. Потому что, на мой взгляд, он слишком какой-то возрастной. Но это мои личные предпочтения. Вообще пенка хорошая. Могу советовать. Также умывается таким гелем, который шел в комплекте с Кларисоником. То есть, это гель от компании Кларисоник. Он тоже очень приятный в использовании. Он очень нежный. Он хорошо очищает кожу. Он действительно делает ее такой более бархатистой, более ухоженной, что ли, после использования. Ничего абсолютно не сушит. Ничего абсолютно не стягивает. Хорошо снимает макияж. Но, вы знаете, ничего такого сверхъестественного в нем нет. И мне кажется, что цена 25 долларов за полноразмерную версию – это too much. Он не стоит этих денег однозначно. Но он такой приятный, хороший в использовании. Вообще, я очень люблю гель для умывания от NUX. Но сейчас как раз он у меня закончился. Я нахожусь в стадии покупки нового средства для умывания. Я думаю, либо взять физиологическую пенку от La Roche-Posay, либо взять гель от NUX опять. Поэтому, в общем, напишите мне, пожалуйста, если вы пользовались тем и другим, какие ваши впечатления. Если вы использовали от La Roche-Posay физиологическую пенку, тоже напишите, как она вам. Или, если у вас есть какие-то особые рекомендации для меня в средствах по очищению кожи. Тоже буду очень признательна за все ваши советы. Если я использовала какое-то стойкое тональное средство, либо CC-крем, я обязательно умываюсь в конце дня при помощи гидрофильного масла. Дело в том, что у меня, как я уже сказала, расширенные поры, которые довольно быстро забиваются. И если я стойкие средства не буду снимать гидрофильным маслом, то у меня очень быстро образовываются черные точки, с которыми довольно сложно справиться. У меня вот такое масло. Это компания Kase Cosmeport. Называется оно Softimo. Deep означает, что оно глубоко очищающее. Мне нравится это масло. Это уже вторая у меня упаковка. Я довольна. Оно действительно хорошо очищает кожу и не оставляет на ней абсолютно никаких загрязнений. Поэтому именно для снятия стойкого макияжа только это средство однозначно могу советовать. Теперь давайте подытожим все вышесказанное. Когда я вечером прихожу в свою ванну для того, чтобы снять макияж, я не начинаю его снимать при помощи мицеллярной воды, либо средства для снятия макияжа. Я сначала умываюсь при помощи гелий для умывания, пенок, либо гидрофильного масла. То есть я устраиваю такую кашу-малашу на своем лице, умываю и глаза, и все лицо, и всю кожу. Смываю это все при помощи водички, а потом уже пользуюсь остальными средствами. Утром я ни в коем случае не использую гидрофильное масло или глубоко очищающую пенку. То есть утром либо вот эти два средства, а вечером уже можно все четыре средства использовать. После того, как я умыла свое лицо, я обязательно протираю его при помощи бумажных платочков одноразовых. Ни в коем случае не использую полотенцем, потому что на полотенце 100% оседают микробы, которые вы будете потом растирать по своему лицу. Поэтому лучше пользоваться одноразовыми платочками. И дальше на самом деле уже на лице остается совсем мало макияжа, и эти остатки я снимаю при помощи мицеллярной воды. Моя самая любимая мицеллярная водичка это от Биодерма. И вообще, вы знаете, что я немножко разбираюсь в составах. Я читала составы разных мицеллярных вод, и я вам рекомендую обратить внимание именно на аптечные мицеллярные растворы. Ни в коем случае не на растворы масс-маркет. Потому что такие средства, как мицеллярная вода от Лореаль, либо Горанье, да, они хорошие, они приятные, они удобные в использовании, но не на постоянной основе. Если вы используете подряд одну упаковку, вторую, третью, у вас могут возникнуть довольно большие проблемы с кожей. А вот такими аптечными мицеллярными растворами можно пользоваться на постоянной основе. Но так как я не снимаю макияж со старта при помощи мицеллярной воды, я не тру свои глаза ватным диском в мицеллярном растворе. Тем самым я не растягиваю кожу вокруг глаз, я ее не травмирую, и я не делаю себе дополнительных морщин и раздражений. А если вы любите намочить ватный диск мицеллярной водичкой, положить его себе на глазик, подержать для того, чтобы эта вода растворила весь макияж, то это тоже небезопасный способ. Потому что в состав любой мицеллярной воды входят вещества, которые ни в коем случае нельзя оставлять для впитывания в кожу. И то время, пока вы держите этот ватный диск мицеллярным раствором у себя на глазу, все эти вещества благополучно впитываются в вашу слизистую и потом тоже создают вам проблемы. Понимаете, в чем загвоздка? Это не какой-то жесткий пилинг, который вы сделаете и сразу же увидите, подошел вам он или нет. Это более коварное средство, которое будет постепенно разрушать слои кожи. И с ним нужно быть на самом деле внимательным и осторожным. Я выбираю для себя именно такой способ. Я снимаю мицеллярным раствором исключительно остатки макияжа, которые не убрались во время умывания и ни в коем случае не снимаю весь макияж такими средствами целиком. Чего и вам советую, но вы уж смотрите сами и решайте сами. И далее, для того, чтобы убрать остатки мицеллярного раствора со своей кожей, чтобы он не впитывался, я протираю лицо при помощи тоника. У меня такой тоник от Tars, лаванда. Я уже тоже миллион раз его показывала, миллион раз о нем рассказывала. Он мне очень нравится, он мне просто идеально подходит. Он хорошо освежает кожу, он делает ее очень напитанной, он ее делает очень увлажненной. И даже после использования данного тоника не хочется наносить никакой крем на свое лицо, настолько он хорош. Вот с ним буквально кожа как будто бы начинает дышать. Ну, естественно, потом увлажняющие крема и питательные я наношу. Ну, этот тоник я люблю теплой и нежной любовью и однозначно могу всем советовать. Хочу вам еще сказать, любую мицеллярную воду, чтобы не писали производители на упаковках, обязательно необходимо смывать со своей кожи. Ни в коем случае не оставлять для впитывания. И также утром после умывания я тоже использую этот тоник для того, чтобы подготовить кожу к нанесению крема.